добрый день меня зовут олег красный я экскурсовод бобруйский и сегодня я покажу вам несколько на мой взгляд интересных мест в нашем городе первая локация еврейский дворик сегодня наверное одна из самых туристических локаций в городе сюда приезжают практически все туристические группы и приходят индивидуальные туристы прекрасное место чтобы увидеть как можно совместить старину и современность и не обязательно устраивать новодел или сносить все подчистую у меня за спиной развалины одной из бобруйский синагог до революции было 42 у этой синагоги нет какой-то особенной судьбы она пережила и закрытие и великую отечественную войну и здание просто разнощили на кирпичи и потом решили все это дело снести и когда стал вопрос о том что этого места не будет вот тогда горожане зашевелились был объявлен сбор денег и здесь и за границей беларуси собрали нужную сумму сделали вот такой замечательный еврейский дворик это открытая городская территория вы можете прийти сюда в любое время ночью здесь горят фонарики у меня за спиной на стене вы видите картины такие муралы это картины израильского художника ехаэля офнера он не имеет никакого отношения к бобруйску просто увидел в интернете этот проект он ему понравился я решил поучаствовать дал разрешение на использование своих картин и белорусские художники бобруйские точнее художники разных самых национальностей бесплатно опять же в качестве подарка городу перенесли их на стену ну и достаточно интересная штука у нас здесь есть еще это как мы шутим действующая модель стены плача вот она у меня за спиной желтенькая кто был в иерусалиме видел что там конечно камушки побольше но у нас такие какие есть сюда приходят люди и как положено в стене плача оставляют записочки сейчас видно там много записок раз какое-то время приходит человек забирает их отсюда и с оказией их везут в иерусалим и там помещают настоящую стену плача и это правда вы можете увидеть в интернете видео отчеты нашего раввина рафшауля хабабу о том как это делается вот такой замечательный дворик замечательная локация такая есть в нашем городе приезжайте посмотрите зеленый домик зеленая библиотека дом купчихи коснельсон много разных названий у этого дома каждый называет его так как ему больше нравится дом принадлежал замечательной женщине купчихи первой гильдии по и брайне коснельсон появился он здесь в 1912 году существует несколько версий как этот дом здесь появился основное следующее наша купчиха поехала в либо вот теперешняя липая и присмотрела там это домик он не понравился она его купила дом разобрали привезли бобрус и собрали здесь на первой линии так улицы которая тогда называлась присутственная а сегодня интернациональная что же делала наша купчиха в лебаве дело в том что там жил ее старший сын не сан имел там банк и сегодня городской музей этого города находится в доме который принадлежал родившимся в бобруйске не сына коснельсону сама по и брайна прожила в этом доме недолго всего два года а потом уехала в санкт-петербург и больше бобрусь не возвращалась интересно не только она сама очень интересная семья кроме ее сына не сана который был депутатом государства 1 государственной думы в семье прославилась внучка дочь того самого не санах рахель коснельсон она уезжает в палестину еще до создания государства израиль воде там замуж за уроженца белорусского города мир залмана рубашова который более известен как залман шазар и становится президентшей потому что залман будет третьим президентом государства израиль то есть у нас в городе есть своя президентша чем бобручаньки очень гордятся бобручане иногда шутят что у нас писателей больше чем читателей но это конечно шутка эфраем севела наверное самый один из самых известных бобрусь их литераторов бобруськом конечно не было фраемом не был севелой был он ефимом драбкиным родился здесь до войны у нас семья слава богу смогла выехать эвакуацию во время дороги на восток ефим потерялся его мама была уверена что фима погиб афима кстати считал что мама погибла но ефим прибился к артиллерийскому полку и прошел с ним всю войну даже заработал медаль за отвагу и молодой ветеран после войны возвращается в родной город встречает маму кстати отец его кадровый офицер тоже вернулся с войны и ефим заканчивает образование становится журналистом пишет в различных газетах и начинает писать сценарий для фильмов и самый известный фильм по его сценарию это крепкий орешек такой советский фильм и все у него складывается очень неплохо в советской кинематографии но в 1972 году он случайно попадая в такую историю его друзья несут заявление приемного верховного совета с просьбой чтобы их выпустили советского союза а и фильм идет за компанию и возникает такая ситуация отказываются принять заявление ребята отказываются уходить с приемного верховного совета и все мне был диссидентом не было отказником но как говорится попав такое время в такое место и ему приходится тоже выезжать из советского союза он уезжает и за границей пишет потому что это единственное что он умел пишет прекрасные книги попугай говорящий на идиш легенды инвалидной улице монио царский знаменосец почему нет рая на земле это все книги о людях да о войне и о людях не эпические романы о евреях на войне о человеке на войне и они замечательные он становится очень известным иммигрантским писателем во время перестройки возвращается обратно в москву он же в москве до этого и начинает снимать сценарий фильмы по своим сценариям на мой взгляд самый замечательный это попугай говорящий на идиш фантастические фильмы я всем рекомендую его посмотреть и со временем здесь к сожалению уже нет живых и со временем здесь появляется его скульптура усилиями трех бобручан одноклассников людей которые видим он очень очень нравится как писатель и я рассказал это такой частный проект три бобручанина корица три товарища решили увековечить память своего любимого писателя их фамилии кстати есть там сзади с обратной стороны подойдете прочитаете и вот такой стоит замечательный фраем здесь у нас на центральной улице а памятник получился не совсем такой как первоначально планировалось видите вот здесь стоит у нас и фраем севела а здесь стоит кинокамера и бобручане так и шутят что у нас теперь за одни и те же деньги есть два памятника один памятник и фраем усилили и другой памятники на камере мы с вами в таком месте в городе которая конечно скорее печальная да но тем не менее знаменательная это аллея праведников к сожалению таких аллей в белоруссии только две бобруйские и в минске хотя практически в каждом белорусском городе были правильно еврейское население белоруссии было до войны очень большим мы знаем как немцы относились к евреям на оккупированных территориях до собственной в германии тоже по некоторым оценкам до миллиона белорусских евреев погибло великой отечественной войне и были люди белорусы в основном кстати деревенские люди которые прятали людей обреченных на смерть прятали с угрозой для жизни своей и своих близких особенно своих детей потому что немцы за это расстреливали и честно будет увековечить память этих людей и у меня за спиной небольшой памятный знак который установлен в бобруйске на аллее праведников аллея представляет из себя памятный знак и камни по праву справа и с левой стороны дорожки на которых написаны фамилии тех кто не просто прятал еврея во время войны а у кого есть диплом праведника то есть это подтверждено документально или свидетельскими показаниями здесь у нас 17 человек указаны на камнях раньше было 15 потом нашли 16 потом 17 и мы надеемся что это не конец еврейская община и дальше будет искать таких людей чтобы их награждали и чтобы память о них оставалась в сердцах потомков у меня за спиной здание алексеевской гимназии женской сегодня здесь средняя школа а когда-то была государственная гимназия но во первых интересно то что она была названа честь царевича алексея до последнего из рода романов который так и не стал царем во вторых здесь училась много еврейских девочек и для того чтобы заполнить эту гимназию был нарушена процентная норма процентная норма была 10 процентов всего евреев разрешалось принимать в учебное заведение но в обруске этот фокус не проходил не еврейских детей было не так много и здесь было нарушено это процентная норма что еще интересного в этой он до происходило в этой гимназии дело в том что в те времена до революции обязательно изучался закон божий естественно православный но поскольку зима много евреек то они конечно не ходили слушать батюшку но деньги она была платное образование и каждый предмет был расцененный но деньги за уроки божия они должны были все равно заплатить если они хотели сюда приходила раввин и тогда они платили ему отдельно то есть учили еврейские девочки два закона ну платили за два закона божьего а изучали один вот такая была интересная штука куда девались деньги которые за тот закон который они не изучали этого никто не знает уходится с вами около дома коллектива этот дом построен в тридцатых годах и один из первых советских домов в нашем городе строился он в основном для военных здесь в массе своей офицеры красной армии но и гражданские тоже и у этого дома есть несколько особенностей сегодня здесь в массе своей квартиры на первых этажах есть магазины а когда-то были такие специальные помещения для клубов для того чтобы люди могли собраться и встретить вместе праздник вот для того чтобы был детский садик который отдавали детей чтобы женщины могли пойти работать именно вот в этом же доме и тут же детский садик здесь была домовая кухня здесь много чего такого было чтобы облегчить будет в основном советской женщины в этом доме в разные годы жило много интересных людей по большому счету если начать изучать историю то тут можно весь этот дом мемориальными досками завешать я хочу рассказать вам только об одном человеке мемориальной доски которому нет сожалению это генерал гехт замечательный совершенно человек прошедший всю войну танкист с очень интересной военной биографии а после войны он был директором одной из спортивных школ нашего города развивал тяжелую атлетику а в молодости был первым чемпионом советского союза по тяжелой атлетике в среднем весе здесь он жил долгие годы до сих пор пожилые жители этого дома помнят этого генерала очень интересно о нем рассказывают у меня за спиной гостиница бобруйск еще один символ нашего города советское время наверное главный символ нашего города потому что на всех открытых о бобруйске всегда начиналась гостиница бобруйск эта гостиница строилась на излете сталинских времен мне почастливилось увидеть макет этой гостиницы как она должна была выглядеть изначально она была очень сильно украшена статуями вот по фронтону шла всякая красота тут было очень много очень красивых архитектурных решений но к тому моменту когда дошло дело до отделки уже было принято решение об излишествах он так называлась и все эти излишества которые украшали здание действительно украшали здание остались просто на бумаге и на макете хотя внутри гостиницы она красивая там внутри широкая мраморная лестница и на каждом этаже стоят статуи советские конечно статуи но очень интересные с точки зрения для тех кто любит советское искусство они очень интересны поэтому я даже рекомендую вам зайти внутрь пройтись по мраморной лестнице посмотреть на эти статуи